всем привет и хорошее настроение дорогие ненамышленники здравствуйте все зрители нашего канала сегодняшнем обзоре хочу представить вашему вниманию сравнительный анализ и тест двух фанов или как еще называли электропатефонов ну вы все прекрасно помнить что за техника такая это промежуточная ступень между механическим патефоном и электрическим проигрывателем грамм пластинок оба они значит на 78 оборотов вы знаете такие маленькие компактные гораздо компактнее патефоном носимые так переносные вернее 1 вот у нас фановка у меня давно в коллекции с ручкой и 2 появилась не так давно на удельной на рынке купили обе они скорее всего карболитовый материал карболит называется оба в карболитовых корпусах вот это карболита вот это похоже даже на эбонит нечто такое черное пластмассовые то есть первые пластмассы вот 50-х годов аппараты назначены для проигрывания патефонных пластинок на 78 оборотов отличаются от патефонов тем что в них нету собственно говоря механического пружинного привода а есть электродвигатель вот ну и соответственно головками вот это у меня в оригинале фанола не стоит магнитная головка звукозаписи сейчас вам поближе покажу с огромный патефонной иглой и вот тут даже комплект иголочек к ней который тоже нужно менять периодически конкретно после каждого проигрывания стороны пластинки вот они по моему разных заводов это у нас мы определили в прошлом обзоре ленинградского завода номер три ленинградский радиозавод номер три а вторая есть какой-то такой интересный логотип я пока не определил чего на производстве здесь не то буква р не то буква с подряд поближе покажу сейчас посмотрим что это за беда такая оба аппарата снабжены как видите двумя шнурами вот такими прячущиеся не в корпусе на вилках главное их не перепутать один шнур предназначен для включения аппарата в сеть после этого должен начаться значит вращение и электродвигатель здесь синхронный движок который для запуска нужно крутануть вручную вот а вторая для подключения к звукоснимателю для подключения звукоснимателя вернее данного аппарата к любому радиоприемнику или радиоле имеющим имеющий вход значит для звукоснимателя то есть музыка собственно говоря звуки воспроизводятся от сигнал получаем с пластинки воспроизводится значит не самим аппаратом а посредством передачи вот через этот шнур на имеющийся уже в каждой семье к тому времени либо радиоприемник либо либо же это радиола в данном случае мы будем прослушивать наши аппараты через нашу старую знакомую радиолку ригонду ну а сейчас я попробую вам поближе показать эти аппараты придется поснимать с руки так что не ругайтесь вот они оба в открытом виде черная правда отсутствует ручка дырки под ручку есть а самой ручки нет здесь же ручка присутствует на месте она такая патефонного типа немножко пострадавшая от времени вот выполнена из дермантинового такого ремешка давайте с этой мы уже с вами знакомого в одном зоре она была более подробно не говорить пока не считаю нужным просто покажу вам ее логотип r3 радиозавод номер три как вы видите да вот на крышке выдавлен и на звукосниматели на головке звукоснимателя написано ленинград rz номер три ленинградский радиозавод номер три у этой фанолки была плохая магнитная головка я ее поменял на китайскую сейчас вам покажу как это выглядит на китайскую пьезокерамическую вот так сейчас показать бы чтобы было видно вот видите вот она произведение китайского резкость где ты вот китайская головочка с алиэкспресс установлена в этот звукосниматель здесь же родная магнитная головка 1 магнитной головки я не знаю сколько она весит она будет ради интереса взвесить вот и видеть стальной иглой вот такая вот логотип здесь как я уже говорил такой стилизованный не то r не то f а может и т а что у нас написано звукосниматели а кстати тоже ленинград радиозавод номер три логотипы что ли поменялись еще они отличаются получается какая жизнь их более нового это даже не знаю судя по резиновому мат вот это наверно новей а здесь у нас слепмат как вы видите такой текстильный войлочные даже сказал или толстая фланель я ничего не менял такой слепмат выводить резинка вот он может быть сняты там мы увидим этот диск странный весь в какой-то пупырышек вот металлический диск сексируется вот этой пружинной шайбой вот как вы видите я говорил если за запасные иголочки вот здесь лежат запасные иголочки и когда мы закрываем нашу фанолу алгоритм не совсем понял головка должна лежать вот здесь звукоснимателя когда мы закрываем она должна надвигаться на диск и оставаться в подвешенном состоянии на диске и в это же время как вы видите закрывается специальной крышечкой хранилище иголок то есть они в процессе транспортировки потеряны быть не могут вот отличие еще имеются следы здесь как вы видите регулятор вкл громкость вот регулировка громкости ложит вкл-выкл вот кто-то мне написал что там не родной стоит переключатель вот но я не знаю на самом деле раз написано вкл-выкл значит он должен быть родной вот это же rz номер три она это видимо все таки буковка r вот она здесь у нас присутствует тоже р значит тоже ленинградский радиозавод вот получается здесь у нас на головке такая вот стилизованная буковка р внутри здесь все родное получается шнуры также хранятся так вот здесь тоже хранилище иголок сейчас там не храню потому что они там не нужны также она закрывается при закрытии крышки в открытом состоянии крышка фиксируется вот этой вот штукенцией вот ну и еще отличие у этих аппаратов в том что здесь у нас просто как вы видите регулятор вкл-выкл а есть помимо регулятор вкл-выкл и громкость еще имеется переключатель напряжения сети сетевого напряжения вот 220 127 вольт такая вилочка изъять вот стрелка показывает на тот вид напряжения которому она подключена и там снизу такая колодочка то есть поскольку у нас 220 мы вставляем на 220 и забываем про нее ну а сейчас друзья познакомившись с этими аппаратами я хочу попробовать их включить чтобы мы с вами могли насладиться не только их внешним видом но и звучанием сейчас секундочку опаньки что такое присоединились к стадикаму чтобы не трясло нас в процессе воспроизведением сейчас уже вот черный аппарат подключен к нашей с вами ригонди и мы с вами попробуем что-нибудь послушать на нем как вы понимаете должна быть патефонная шелочная пластиночка на 78 оборотов вот включен сеть и подключен пластиночку из последних приобретений с крайних приобретений на рынке на балашинке на удельной предлагаю вашему вниманию ленинградского завода вишневая шаль старинный роман с исполнение клавдию шульженко и инструментальная секстета министерство культуры сссера выпустила эту пластиночку давайте мы поставим нюанс как бы тонарму очень тяжелый чрезвычайно тяжелый так сильно давит на головку что в общем то она прям проминается с иглой до конца она не рассчитана на такие массы поэтому я поступлю немножко по колхозному пока не придумал что делать изобрести противорез этому тонарму потому что он имеет такую специфическую форму поэтому мы с вами подложим под него такой поролоновый валик и пусть он работает включаем надо крутовать рукой двигатель шумноват издаются такие звуки непонятные ну попробуем попасть на начало канавки звуковой я прошлом теперь не мечтаю ты мне прошлого больше только много и много это темно-вишневая шарь громкость на максона в этой шарь я слегка встречала и любимой меня я стыдливо лицо я не могу я не знаю я не знаю Это сомна лишняя шанс. Я прошу тебя, не мечтаю, Только сердце затмило сейчас. Я молча в груди приживаю Эту тёмно-вишнюю шанс. Эту тёмно-вишнюю шанс. Эту тёмно-вишнюю шанс. Ну, никакого автостопа, разумеется, здесь нет. То есть, по окончании проигрывания нужно выключить ручную. Слышали, да, как бы двойное воспроизведение, как бы эхо? Это потому, что в конце всё-таки не хватило длины этой подушечки-прокладочки. И тонарм промялся до конца, и уже по пластинке бежала не только игла, но и иглодержатель, по-моему. Поэтому получилось как бы дублирование. Надо что-то придумать, в общем, с иглой, с противовесом тонарма. Ну, здесь просто не за что его зацепить. Так-то можно было какую-нибудь пружину, конечно, придумать. Будем думать, но работает. А сейчас я произведу некоторые переключения, и мы с вами послушаем вторую, вторую нашу фанолу. Ну вот, необходимые переключения я выполнил. Как вы видите, эти вилочки мы теперь поместили в надлежащие им места. Я тогда даже подписал, чтобы не перепутать, где 220, а где звукосниматель. И мы можем эту фановку закрыть. Сейчас. Что нам мешает её закрыть? Не понимаю. Закрывается. Хм. Интересно как. Давай, закрывайся самому. Тут явно не даёт. Что ж закрывалось. Странно как. Такой вот непростый ящичек. Что нам мешает. Странно. Разберёмся попозже. Не буду вас отвлекать на эти мелочи. Теперь включаем вторую, коричневую. Вот здесь двигатель работает гораздо тише. И как вы помните, у неё магнитная головка. Чтобы, так сказать, сравнение было предметным, оставим ту же пластинку с тёмной ящневой шарью. Так. Ну и поставим магнитный звукосниматель. Так. 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 Я о прошлом теперь не мечтаю, Только сердце затмило печаль. Я молча к груди приживаю Эту темно-вишнёю шай. Эту темно-вишнёю шай. Ну вот, на мой взгляд, здесь звук как-то поприятнее. С родной магнитной головкой. Я вижу даже хотя бы то, что голова здесь родная, делает честь этому аппарату. Поэтому оставлю это у себя, а второй, наверное, продам. А на этом я с вами прощаюсь. Обзор наш завершён. Всем привет и хорошего настроения. Оставайтесь на канале. Всегда с вами Сергей.